Добрый день. Извините, что я не говорю по-русски, поэтому, может быть, не в следующий раз. Я, когда приеду в Россию, уже научусь чему-нибудь, но пока буду говорить на английский. Буду стараться говорить не быстро и члены раздельно, чтобы, по крайней мере, меня поняли переводчики. Я хочу поблагодарить вас за приглашение. Это для меня действительно очень здорово, иметь возможность приехать сюда. И поскольку я открываю эту сессию, я хочу дать вам такой короткий обзор того, где мы находимся с точки зрения лечения перитениального карциноматоза, и что происходит в области исследований в этой области, где мы сейчас находимся. У меня нет никаких конфликтов, интересов, и все знают, что до последнего времени, и до сих пор, может быть, и сейчас, это заболевание рассматривается как терминальное состояние, перитениальное заболевание, нерезиктабельное. Мы ничего не можем сделать для пациентов, у которых перитениальное заболевание, и только, может быть, палеоактивное лечение доступно для этих пациентов. Правда, что после многих лет исследований мы пришли к тому, что, как и в других областях онкологии, не все пациенты с этим заболеванием одинаковы в этом состоянии. К счастью, сегодня для селективной группы пациентов мы можем применить лечение с намерением вылечить и продолжить им выживание, и даже в некоторых случаях есть надежда на излечение. То есть это уже картина, которая отличается от предыдущей, которую я вам нарисовал, та самая картина, до которой мы дошли. И этот новый селективный подход позволит нам комбинировать хирургию циторедуктивной, которая позволяет удалить то, что нужно, удалить инситомы, делаем, и мы можем это комбинировать с переоперативной, интероперативной, тониальной кемотерапией, которая доставляется непосредственно после хирургии. И мы едем, мы вместе работаем с системными специалистами в системной химиотерапии, то есть мы работаем командной. Разные заболевания, разные ситуации заставляют по-разному комбинировать эти три компонента. Но эти три компонента позволяют нам получать хорошие, очень хорошие результаты, которые мы получаем в селективной группе пациентов. Как мы пришли к этой точке? Собственно говоря, все исследования, которые выполняли за последние 30 лет, были нацелены на оценку того, насколько эффективно может быть этот радикальный подход, насколько тонко мы можем специфицировать разные компоненты лечения, подверстать их под конкретного пациента для того, чтобы улучшить ситуацию. И что еще важно, как выбирать пациентов. Мы пытались понять, которые могут выиграть, получить преимущество от этого метода, избавить от страданий пациента, которые все равно не выиграют. Вот история исследований, событий, как все это начиналось в 80-х годах. Первый проблеск, который мы получили для переиментирования карцематоза в 81-й год, потом появляется предложение перфузии и при повышенной температуре, и потом все продолжается. В 2002 году проходит несколько хитов, так сказать, по разно-разных континентах. В Японии, например, очень в США, в Португалии, очень интересные исследования. Также в России. Вот этот слайд от моего коллеги Оливера Глена из Лиона. Здесь как раз показано, что пока у нас не появилась палеотивная терапия, мы не знали, как лечить точно, и особенно, когда мы должны были запустить исследования, регистры. Сначала было одно только такое исследование, потом экспертные центры стали распространяться, где исследовали возможности лечения перитениального карцематоза. И мы можем сказать, что у нас отрабатывался аккуративный подход к правильно выбранным пациентам в очень селективном случае. Мы двигаемся дальше, переходим к следующей стадии. И мы пытаемся соединить два контекста метастатические за другими. И мы на ранних этапах можем начинать лечить заболевания, чтобы вообще профилактировать появление перитениального карцематоза. Перитениального карцематоза встает много вопросов. Некоторые разрешены уже сейчас, а некоторые нет. Вот Хайпек плюс CRC в целом – это лечение, которое возможно для такого состояния при определенном его происхождении. Когда это перитениальное мезотелиома, например, колобектальное происхождение, когда это связано с аппендицитом, например, это опять же уже селективные параметры отрабатываются. И все это прорабатывалось. Мы знаем, как избежать повышенных уровней смертности и так далее. Опять же, факторы и отбор для речения. И в некоторых случаях мы можем проводить диссекцию. Это вклад Хайпека в этот подход. Например, если рак желудка, я вам покажу. Также прогностические факторы отрабатываются. Конечно, факторы отбора. Французский регистр. Вы видите лечение при разных заболеваниях. Более длительное выживание. Не одно и то же, конечно. Когда это рак желудка с канцематозом и когда это какие-то другие псевдомиксомы, перитоник, коллатеральный рак, рак желудка, этиология разная, мезотелиона, разные кривые. Например, рак желудка здесь, факторы отбора пациентов более ограничены. В каких-то других случаях мы более успешны. Смертность, заболеваемость, большой вопрос и разные систематически опубликованные статьи говорили нам поначалу, что в руках только эксперты. Все равно мы получаем в этом случае такой же уровень смертности, как уровень смертности при операции по поводу, например, рака пищевода или рака желудка. То есть, то же самое примерно уровни. Мы видим теперь, что немножко ситуация меняется, смертность. Это мы говорили про заболеваемость, развивалась прямая learning curve, то, что называется, в области комбинирования модальности лечения при таких поверхностях перитониальных заболеваний. Мы знаем уже больше про наших пациентов и для наших пациентов. Вот алгоритм, который мы используем, это как раз нам и помогает осуществовать процесс отбора из критерий для этих пациентов. Очень важно их помнить, и онкологи, радиологи, хирурги должны работать вместе для того, чтобы оценивать, какой пациент может пройти через такой радикальный подход. Какие пациенты, каким пациентам другие подходы необходимы. Самоиндукционная терапия. Мы должны дать этот шанс, прежде чем мы пообираем окончательно подход. Мультидисциплинарность и возможность работать в командах. Это то, что помогает нам провести отбор гораздо лучше, сделать его гораздо лучше. И определение пациентов. Мы хотим выбрать пациентов, у которых полностью редукция будет, чем менее ограниченное заболевание, более объемно захваченные площади, больше распространение, уже больше опасность. А мы говорим о полной циторедукции, которую можно достигнуть, отсутствие экстрапиритонитальных заболеваний. Пациенты должны быть способны пережить глобальную хирургию под общей анестезией. Те, кто отвечают на системную химиотерапию, первичная опухоль. Итак, респонденты еще раз. Особенно если это корролектарный рак или рак желудка, тогда мы можем надеяться на успех. И также первичная опухоль. Это одно и то же, как мы знаем, лечение рака желудка и других видов. Вот, опять же, данные по нашим исследованиям. После циторедукции остаточное заболевание, как прогностичный фактор. У нас здесь выделен рак толстой кишки и рак желудка. Вот опухоль более чем 2 мм, например, мы не достигнем удлинения выживаемости. Неважно, здесь говорим ли мы, что мы что-то можем сделать для пациента. И у нас есть всегда дилемма, делать или не делать. Но мы в каких-то случаях должны отказаться от операции. И мы не должны пытаться, будучи уверены, что это не поможет что-либо делать. Чем вот эти кривые показывают, насколько у нас есть шанс достичь определенной цели. PCI-индекс в этом смысле нам важен. И у нас здесь есть показатель в районе 12. Выше него мы уже не получим улучшения долговременной выживаемости. Неважно, циторегация в случае рака желудка или даже рака толстой кишки, мы даже при полной циторедукции не получим улучшения в этой области. Поэтому еще раз очень аккуратный отбор пациентов для процедуры, особенно в случае рака желудка. Что касается рака прямой кишки, мы можем себе, может быть, немножко больше позволить себе в этом случае. Можем немножко больше преимущество получить. Но если PCI больше 19, неважно, циторедукция полностью или не полностью, мы не получим то, к чему мы стремимся. Нам надо выбрать очень мудро пациентов. И многое зависит от того, какое заболевание лежит, в основе, каковы определенные значения. Рандомизированные исследования из Китая. Вы видите только циторедукцию. И Хайпек немножко другой нам дает картину. Оно само по себе ценно с точки зрения возможностей. Итак, Хайпек, рак желудка и циторедукция. Хайпек как бы вкладывает, носит вклад положительный в вероятность хорошего, лучшего исхода вместе с цикоредукцией. То есть он прибавляет ценности. Каковы специальный вклад Хайпек в эту картину, в картину лечения, когда это колоректальный, колцетоматоз, гипопхермия также. Мне сразу мы об этом узнали с ее специфической роли. Теперь знаем, что она может влиять на исходы применения циторедукции Хайпек. Оптимальные параметры Хайпек важны. Температура, ток, продолжение. Здесь нужен консенсус. При таком перитениальном карцинматозе, например, особенно если это авариальное происхождение, это вызов решить, каковы совершенные факторы отбора, критерии отбора. У нас заболевание, даже когда небольшого объема, пациент может не выиграть ничего. И не будет разницы по сравнению с отсутствием решения. Вот перед нами стоит много вызовов, вкачая профилактическое использование Хайпек у пациентов, которые рискуют развитием перитениального карцинматоза. У нас есть ответы не на все вопросы. Какова роль париативной хирургии или Хайпек у этих пациентов? Мы не знаем, позволит ли это пациентам дольше прожить. Будут ли они, может быть, вообще вылечены или совсем нет. Остается очень много вопросов, как их решать. И я хочу показать вам два исследования. Вторая фаза мэч-контроли, большие регистры, так же, как я сказал, есть. У нас только одно рандомизированное исследование. Вот это, которое проводилось в обозначенном здесь институте, когда карциноватоз, корректальный рак в основу, применялся Хайпек. Простите, применялся Хайпек. И палеотивная хирургия, и системная химиотерапия. Картина через два года, большая разница. Предвестное время закрытое исследование по этическим соображениям. Нам всегда нужны рандомизированные. Но вот единственное, которое у нас есть, драматическое различие. Это мэч-контрол, драматические данные еще из одного исследования. Это тоже был перитениальный карцинатоз, куративный подход. И желудочное происхождение. Регистры анализировалось. Огромное, большое количество пациентов по всему миру. Огромный вклад в этот пациент. Можно судить об этом в смысле выживаемости. Мезотелиома не такие нам дают данные, не настолько вдохновляющие. Но, тем не менее, мы не можем иметь ответы на все наши вопросы через рандомизированные исследования. Поэтому проводятся исследования на уровне регинств, второй фазы исследования. И нам нужно иметь их, и рандомизированные, конечно. Но мы должны брать данные из всех других возможных исследований. Большинство, например, резекция колоректального метастатического метастазирования. Мы знаем, как этому подходить. Это доказано в ходе исследований. Мы должны видеть, что даже когда у нас есть наилучшие свидетельства, доступные, не все, что получено в рандомизированных исследованиях, должно, безусловно, приниматься. Мы сами должны понимать, в каких случаях мы можем опираться на эти свидетельства и доказательства. А в каких как-то должно быть, наверное, по-другому. Сейчас проводят масса рандомизированных исследований, которые проводятся, но которые были закрыты из-за плохого набора пациентов. Идет три из них. И мы, к счастью, у нас сейчас идет достаточно много исследований. Достаточно много исследований продолжается. Многие из них рандомизированы. В частности, колоректальные, про колоректальный рак, раку желудка. И в них они пытаются ответить на вопрос о том, какова же радикальная терапия при карциноматозе. Мы пытаемся оценить, какова роль методики хайпек или комбинированной терапии у этих пациентов. И в таких случаях, как перитониальная мезотолема, возможно, применять только регистров, поскольку рандомизированные исследования у этих пациентов будут невозможны. Было одно исследование из Франции, которое уже закрыто. В котором мы изучали роль переоперационной и интероперационной химиотерапии, да, хайпек, у пациентов при раке толстой кишки. И также они пытались изучать проактивный подход, секонд-лук, подход у пациентов с опухолем, с высоким эркетиком к карциноматозу, в котором они пытались выяснить, будет ли работа ли хайпек и секонд-лук операции. И есть вопрос скорее к показаниям, а не к применению этой терапии. Сотрудничество играет важнейшую роль. Мы смогли на самом деле приехать сюда благодаря сотрудничеству между различными странами и различными государствами, различными центрами. Мы встречаемся по всему миру, обсуждаем эти вопросы по всему миру. Это мой последний слайд в моей презентации, который говорит о том, что на самом деле научные доказательства этой области за последние десятилетия накапливаются, что приведет к тому, что данная терапия была принята на вооружение. Мы и методику достаточно серьезно критиковали, но тем не менее за отсутствие адекватных научных доказательств. Но в данной ситуации проблема связана с несоотсутствием исследований, необходимости разработки адекватных терапевтических стратегий. И мы должны задавать вопрос таким образом, чтобы получать корректно дизайн исследований. И, как же сказал, международное сотрудничество в данной сфере играет ключевую роль. Сейчас растет международное сообщество, которое готово вас встречать и приветствовать людей во всем мире. Мы готовы организовать новые центры, сотрудничать с другими новыми центрами. И здесь, собственно, это позиционная статья, которая была принята в Амстердаме в 2014 году, которая говорит о том, что мы должны искать работы центров, которые действительно стараются разработать эту методику, выйти и использовать этот опыт, который уже есть, и как бы настраивать над ним. И это, собственно, моя команда, коллеги из Мадрида. И большое спасибо за ваше внимание. Секундочку. Нужно взять устройство для перевода. И задавая вопросы, пожалуйста, используйте микрофон, иначе перевод невозможен. Очень хороший вопрос, который не был слышен. И ответ я не знаю. Вопрос касался исследований по эффекту на циркулирующие, влияние на циркулирующие опухолевые клетки и воздействия терапии ХАЙПЭК на них. Мы этим, конечно, очень интересуемся, но я не знаю каких-либо исследований, в которых бы изучался этот аспект. Я уверен, что кто-то в этот момент изучает, и, по крайней мере, пытается изучать, но я не знаю о таких исследованиях. Я не видел этих публикаций. Микрофон используйте, пожалуйста. Вас не слышно. Переводчик вас не слышит. Категорически не слышит. Микрофон возьмите, пожалуйста. Вас не слышно. Все европейские регистры по циркулирующим случаям и пациентов с притальным корзиноматозом. Каковы проблемы и сложности, какой прогресс в этом вопросе? Я должен сказать, что пока у нас на самом деле нет некого паневропейского регистра для таких пациентов в различных странах. Сейчас моя презентация была длинная, я должен был ее сократить. Но я рассматриваю, что, как в своей презентации, в полной версии рассматриваю, как в разных странах этот вопрос участвует в некоторых странах Европы. Это Европа, Испания, Франция и Великобритания. У них есть регистры, но в других странах регистры нет. И, насколько я знаю, нет такого паневропейского регистра. Мы пытаемся это как-то гармонизировать, и об этом говорить завтра. Мы говорим о программе образования в этой области, поскольку, к сожалению, сейчас эти вопросы не структурированы. Но касательно регистров, к сожалению, нет европейских работ в этом отношении. Но есть страны, которые преуспели в этом. В Германии есть потрясающий регистр. В некоторых странах было показано, в частности, результаты были получены, которые я показывал. Есть результаты из французского регистра, там очень хорошие данные. И мы в Испании, у нас регистр также был, но его нужно, скажем так, ну что ли, оживить. Но паневропейского регистра нет. Я бы хотел сказать, что вот вы здесь, в России, и в других странах, вы должны работать в этой области, поскольку область сейчас начинает активно развиваться. Сейчас очень хорошее время начать работу. На самом деле, очень хорошо начать создание регистра. И если вы начнете включать различные ваши случаи в регистр, вы накопите опыт. И нужно, чтобы люди, и, соответственно, остальные специалисты будут заинтересованы тем, чтобы предоставлять данные. Большое спасибо. Продолжение следует...